Первое правило. Выступление должно быть не более 10 минут. Второе правило. Только свои собственные исследования. Третье правило. Доклады должны быть очень простые. На самом деле, когда все слэмеры готовились к выступлениям, каждому из нас нужно было ответить на вопрос, с какой глобальной задачей или проблемой связана наша область деятельности, конкретно наши исследования, о которых мы будем говорить. И на самом деле, мне потребовалось достаточно много времени, чтобы ответить на этот вопрос, в отличие от ребят, пока я не вспомнила вот такую здоровенную цифру. Как вы думаете, что она отражает? Отлично, да, супер. По данным ООН, на 2008 год более половины населения Земли проживали в городах. Как вы понимаете, города очень быстро изменяются. И зачастую эти изменения происходят вопреки мнениям, требованиям и желаниям жителей. Ну, по-моему, очень знакомая история для всех. Изменения происходят очень быстро, и за ними, на самом деле, очень сложно уследить. И вот ровно в эти моменты в городе должны появляться специально обученные люди, урбанисты. Мы можем на основании своей работы исследовательской сформулировать такое решение, которое будет учитывать, с одной стороны, ресурсы, которые есть у города, с другой стороны, политическую волю администрации, а с третьей стороны, самой важной, мнение, представление и практики жителей этого города. Почему я говорю о представлениях и практиках? Мне просто очень интересно то, как окружающее нас сейчас с вами пространство влияет на наше с вами мышление, на то, какие образы пространство вызывает в нашей голове. И наоборот, как наше мышление, как наше представление, как наше действие, как наши практики могут влиять на пространство, окружающее нас. И вот я сейчас покажу две картинки. Вот это что за город? Я думаю, все знают, что это за город. Товарищи, это Нью-Йорк, это Бродвей, пересечение с Тайм-Сквер. И второй город, кто-нибудь знает? Вот, да, супер, это Барселона. Эти два города объединяют то, что они вступили на еще более эффективный и рациональный путь развития в тот момент, когда они научились разговаривать и договариваться со своими жителями. И теперь я хочу рассказать небольшую историю о городе, который только-только начинает учиться, разговаривать со своими жителями. В следующем году российский город Омск отмечает свой 300-летний юбилей. Все бы ничего, но горожанам сказали, решено сделать вам подарок, провести реконструкцию главной улицы города. Об этом я чуть-чуть попозже расскажу. Но все бы ничего, но у Омичей уже есть достаточно печальный опыт такого рода подарков. И в прошлом году, в 2014, в рамке подготовки того же самого празднования 300-летия города, нам подарили реконструкцию пешеходной улицы Чукану-Валиханову. Это мероприятие проходило с очень большим количеством протестов от активистов, от экспертов, от экологов. Вообще весь город стал на дыбы. Но тогда, к сожалению, позицию жителей отстоять не удалось, и мы видим то, что видим. Вы можете, я думаю, не имея ни архитектурного образования, ни дизайнерского, ни тем более не знаний в сфере урбанистики, понять, что что-то пошло не так. В чем, собственно, проблема? Дело в том, что история Любинского проспекта, вот эта центральная улица, которая планируется реконструировать в следующем году, история этого места начинается в середине 19 века примерно с началом этого же города. Дело в том, что в месте, которое сейчас называется Любинским проспектом, для своей скучавшей жены, ее фотография на слайде, первый генерал-губернатор Омска решил построить сквер. И поэтому сначала это место называлось Любинский сквер, и вокруг этого места сформировался очень активный центр города. Там открылось большое количество театров, музеев, это стало главной центральной прогулочной улицей города. И вот по моим ощущениям я могу Любинский в Омске сравнить что-то среднее между Тверской улицей Москвы и Камергерским переулком. Так вот, это стало центром, это стало вот такой прям визитной карточкой Омска. С этим местом у Амичей связана коллективная память. И вот сам топоним Любинский проспект, он нас отсылает к тому, что это место очень-очень важно для горожан. На самом деле Любинского проспекта на карте города Омска нет. Это часть улицы Ленина. И вот сам факт того, что это место продолжают называть Любинским проспектом, а не часть улицы Ленина от музея до горки, это говорит о том, что действительно это очень-очень важное место. А теперь вообще, почему я про Омск-то говорю? Помимо того, что я родилась в этом городе, и у меня там очень много родственников и друзей, у меня очень сильно обостренное чувство справедливости. И значит, когда я узнала, что из вот такого вот Любинского проспекта в Омске пару лет назад предлагается сделать что-то вот вроде... Прошу прощения. Я поняла, что что-то идет не так, и мне очень захотелось как-то повлиять на эту ситуацию. Объясню вкратце, в чем, собственно, проблема. Планировалось расширить проезжую часть за счет сокращения тротуара в лучших строительных традициях России, добавить парковочные карманы, вырезать всю зелень и посадить на их месте новую. Еще интересный момент был. Организаторы всего этого праздника жизни сказали, что они оформят улицу в имперском стиле. Да, и у меня нет архитектурного образования, я порылась, поискала, что же они могли иметь в виду под имперским стилем. Ну, возможно, намекалась на стиль ампир, архитектурный такой. Стиль ампир, чтобы вы понимали, это вот Питер, это Зимний дворец, это Дворцовая площадь, это Михайловский дворец. Ну, честно говоря, в Омске немножко не Питер. Да, хотя местные очень часто говорят, что Омск похож на Питер. И мы были очень рады, что весной застройщик прислушался к глазу общественности и была приглашена очень большая исследовательская и проектная команда, в которую я вошла как сотрудник лаборатории полевых исследований города, высшей школы урбанистики, где я сейчас учусь. И перед нашей командой была поставлена задача каким-то образом сформулировать какие-то рекомендации для доработки проекта благоустройства Любинского проспекта города Омска. Мы посидели, подумали и решили, а что если мы посмотрим на Любинский проспект глазами его жителей? И на первом этапе мы решили узнать вообще, кто является пользователями Любинского проспекта. И ответ на этот вопрос нам дал количественный этап исследований, проведенный с помощью простого анкетирования. И здесь мы узнали, кто эти люди, то есть откуда они приезжают, с какой целью они приезжают, на каком транспорте добираются, что им нравится и что им не нравится в центре, и что бы они хотели в этом месте изменить. После того, как мы ответили на вопрос, кто пользуется Любинским проспектом, вообще для кого мы все это делаем, мы решили узнать, а что эти люди думают об объектах на Любинском проспекте, которые собирались каким-то образом трансформировать. И чтобы ответить уже на этот вопрос, наша команда приняла решение провести глубинное интервьюирование в методологии Walkalong. Попросту говоря, это интервью-прогулка. Все очень просто. Информантам, то есть амичам, предлагалось привести наших исследователей по их любимым маршрутам в центре Омска, которые так или иначе захватывают Любинский проспект, забегая вперед. Соответственно, в течение всей прогулки велась запись GPS-трека всей прогулки, чтобы мы понимали, какие места прошли наши исследователи и информанты. Далее велась аудиофиксация разговора с информантом, чтобы мы дальше могли что-то вообще заказчику потом рассказать про это место. И также мы ввели фотофиксацию объектов, рядом с которыми останавливались информанты. То есть мы пытались узнать, какие структуры эмоций, памяти существуют у амичей по отношению к объектам на Любинском проспекте. И дальше, как вы помните, наш заказчик — это, собственно, ребята, которые должны были ручками своими что-то менять на Любинском. И мы с ними говорим, конечно, на немножечко разных языках. И мы решили создать какой-то удобный инструмент, который бы позволил этим строителям понимать, что они могут делать, что им горожане позволяют делать, а чего нет на Любинском проспекте. И все, что нам наговорили наши информанты, мы условно разделили на три группы ценностей — эмоциональные, физические и символические. Примеры вот на слайде приведены. Так вот, мы насобирали порядка 20 интервью, проанализировали их в соответствии вот с такой структурой. И помня о наших дорогих заказчиках, которые ручками работают, мы создали карту, карту вот этих ценностей. На карте приведены все объекты, которые называли наши информанты. У каждого объекта есть диаграмма. Размер диаграммы зависит от частоты упоминания информантами этих объектов. Также, как вы видите, каждая диаграмма разделена на сектора цветные, и каждый из секторов отражает какую-либо ценность из трех типов — позитивную либо негативную. Как вообще вот этим вот теперь можно пользоваться? Например, наш застройщик берет объект, например, первая женская гимназия. У нее символическая позитивная и такая весомая физическая негативная ценность присутствует. Что должен подумать застройщик? То есть, как вы помните, у нас символические ценности, они включают в себя воспоминания или исторические факты, связанные с этим местом. Так вот, он понимает, что, условно говоря, закрывать гимназию нельзя, потому что здесь уже очень-очень много воспоминаний с этим местом у него зашито. Но, с другой стороны, физически очень сильно негативная. И он понимает, что, например, фасадик то все-таки можно отреставрировать или парковочку то можно убрать. Вот так наш инструмент работает. Нужно сказать, что в своем роде он уникальный. Есть другие инструменты работы с похожими проблемами, но мы выработали свой. Так вот, к чему я это все? Знаете, я искренне верю в то, что любой Омск, любая Тула, любой Челябинск или любой Нарфаминск может быть хоть чуточку в своем состоянии Нью-Йорком, Барселоной или Амстердамом. Любите свои города, гуляйте чаще. Never say no to science. Спасибо за внимание.